В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение в студии Влада Абрамова. Здравствуйте! Футболисты молодежной сборной Беларуси одержали четвертую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Подопечные Сергея Ясинского взяли вверх над киперскими сверстниками со счетом 2-0. Отличились Давыскиба и Ложкин. Свой предпоследний матч белорусская молодежка проведет 4 июня с лидером группы команды Португалии. Завершится отборочный цикл континентального первенства 8 июня. В Рик-Явике белорусы сыграют с исландцами. На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом. Лидируют сборные Португалии и Греции, у которых 19 и 17 набранных очков соответственно. У нашей команды 12 баллов. На прямую финальную стадию молодежного Евро 2023 попадут победители завятий квалификационных групп, а также лучшие из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных проведут поединки плей-офф. Накануне состоялись очередные матчи юношеского чемпионата по футболу. К сожалению, команды футбольного клуба Гомеля не смогли победить ни в одном из трех поединков. Ребята из самой младшей возрастной группы с крупным счетом уступили сверстникам из Витебска. А юные футболисты и старшие были слабее игроков Брестского Динамо. В одном матче была зафиксирована результативная ничья. Воспитанник жлобинского металлурга Сергей Кузнецов продолжит карьеру в Минском Динамо. Лучший бомбардир команды в плей-офф вновь попробовать свои силы в КХЛ. Игрок выступал за Зубра в прошлом сезоне, но из-за травмы провел за основу только два матча. В регулярном чемпионате играл сначала за Динамо Молодечно, зимой вернулся в родной Жлобин. В десяти матчах регулярки за Волков форвард отметился шестью результативными баллами. В плей-офф Кузнецов набрал ход и стал лучшим бомбардиром команды с 19 очками в 17 играх. На его счету дубль в седьмой игре финала с юностью. В Пинске завершился республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти тренера, мастера спорта СССР Ивана Фролова. Спортсмены Гомельской области завоевали четыре награды. Бронзовые медали у Артура Зимина и Клима Серафимовича. Серебро на счету Вадима Лукоянова. На высшую ступень пьедестала удалось подняться Богдану Сурикову. На этом пока все. С новостями спорта ознакомила Влада Абрамова. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин